Аколбек, эколог. Он заметил загрязнение местной реки и возглавил инициативу по ее очистке. Мария, художник. Она заметила, что молодежь из ее двора не знает, чем занять себя после школы, и образовала любительский кружок рисования. Самат, работник завода. Он узнал о недостатке рабочих мест и предложил организовать профориентационные занятия для подростков. Для достижения весомых результатов они нашли ресурсы и объединили людей с общей целью. Именно так появляются организации гражданского общества. Некоммерческая организация – добровольная самоуправляемая организация, созданная физическими или юридическими лицами на основе общности их интересов для реализации духовных или иных нематериальных потребностей в интересах своих членов или всего общества, для которых извлечение прибыли не является основной целью деятельности, а полученная прибыль не распределяется между членами, учредителями и должностными лицами. Организациями гражданского общества могут быть и волонтерские организации, центры по профилактике семейного насилия, благотворительные, джиоматы, бизнес-ассоциации или профессиональные объединения. Независимо от места и сферы деятельности, цель всех организаций гражданского общества – улучшение жизни людей или решение социальных проблем. Например, Move Green в Кыргызстане стала пионером по установке датчиков для мониторинга качества воздуха. Лига защитников прав ребенка уже много лет занимается продвижением защиты прав детей. Центр помощи женщинам, некоммерческая организация «Институт Кыскургон» и общественный фонд «Женский банк мира» выступают против Алла Качу. Кыргызстанских организаций гражданского общества заняты около 17 тысяч человек. В 2021 году они произвели валовую добавленную стоимость в сумме более 2 миллиардов сомов. По доле в ВВП вклад организаций гражданского общества сопоставим с целыми секторами экономики страны. Но влияние организаций гражданского общества на жизнь страны выходит за рамки их экономического вклада. Почти все временные убежища жертвам семейного насилия работают силами таких организаций. Они провели обучение для госорганов по предотвращению семейного насилия. Итак, организации гражданского общества состоят из кыргызстанцев, приверженных делу улучшения нашего сообщества. Гражданское общество разнообразное и представляет множество разных сообществ. Гражданское общество находится там, где оно нужно людям, и помогает уязвимым гражданам там, где им не в силах помочь почти никто.